Приветствую вас, давайте разберем ваш вопрос. Расстались с девочкой, встречались 9 месяцев, все время думал, что я изменяю и прочее. Увидел переписку, что я списывался с другими девочками, я ей не изменял, и все время мне говорилось, скажи мне как мужик, что ты хочешь со мной расстаться. Расстались, ходил с ней на работу с цветами, встретил, она начала говорить, здравствуйте, что вы хотите, цветы не принимал, я извинялся. Говорил ей, что повел себя как дурак, что она мне дорога, мне говорит, что я для нее умер и прочее. Потом я ее обнял, а она не сопротивлялась, потом отпустил, она ушла на работу. Через 2 дня я пошел с ней на работу, чтобы пригласить на обед и поговорить. Она не хотела сперва, а потом сказала, что мне напишут, встретились, я ей подарил красивый букет, положил ее на заднее сидение и начинал разговор. Потом снова обнял, и она снова не сопротивлялась. Сели в машину, там я обнимал, сломал на ней в губе. Девушке можно сказать, что я не понял, а мы с ней просидели почти 2 часа. Что это было, и как это понять. Такой вот у нас вопрос. Значит, смотрите. Первое, на что хочется обратить ваше внимание, это на то, что девушка ревнует. Девушка ревнует, ревнует она получается довольно сильно, ну не потому, что вы сами ее как бы провоцируете или провоцируете, да, хотя к этому непосредственно, пожалуй, тоже какие-то вопросы, конечно, есть, но дело здесь не в этом. Дело здесь заключается, наверное, в том, что ключевой момент здесь в том, что она просто иначе, чтобы не уверена была, вот, вообще человек склонен к ревности, а потом, как всегда делают люди, которые склонен к ревности, она, в общем-то, начинает использовать манипуляции, чтобы вас, ну, скажем так, чтобы сильнее, чтобы сильнее вас, ну, привязать к себе, вот, как она думает, конечно, конечно, на самом деле это, конечно, не привязывает, вот, ни в коем случае это не привязывает, никак не может привязывать. А, вот, ну, она, повторюсь, она думает, что это привязывает, такую модель победителей, пользуют, ну, вот, люди, все люди. А, кто, ну, испытывают, вот, такую, скажем, ну, скажем так, да, проблему, кто испытывает такую, вот, трудную, самостоятельность, к сожалению, вот, то, что, то, что вам нужно, вот, в первую очередь, для себя, для себя увидеть. То есть, вам нужно решить, для себя, хотите ли вы жить с ревнивицей, быть с ревнивицей. Это первое, на что, ну, первое, на что нужно обратить внимание вам. Вот, потому что ревность, она сама собой не закончится, да, то есть, как бы, ревность, она будет продолжаться, вот, она будет нарастать, девушка не будет вам верить. Девушка будет продолжать искать какие-то подтверждения к тому, что, она, вот, была права, ну, то есть, вплостение к тому, что, вот, ее нельзя любить, а вот, а вы ей, соответственно, изменяете. То есть, тут, вот, очень важно это видеть. Без психотерапии вряд ли можно здесь с этой справкой справиться. То есть, единственный способ, значит, как-то решить эту проблему, это обратиться к психологу, да, и начать прорабатывать проблематику ревности, при условии, если девушка считает, что эта проблема с проблематикой есть. То есть, при условии, если девушка считает, что, ну, вот, действительно, такая проблема есть. Если девушка не считает, что у нее есть такая проблема, то, естественно, тут, тут, вот, в этом смысле. Ну, сделать, 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 сделать особо ничего нельзя, потому что, ну, если человек не хочет менять, да, то его не заставить, его не заставить это сделать, никаким образом его не заставить. Следующий важный момент, это то, что вы, ну, вот, в этом смысле, сами себя дискредитируете. Вы сами себя дискредитируете. А за счет, за счет чего вы себя дискредитируете? Как вы себя дискредитируете? А. А. Вы себя дискредитируете, в первую очередь за счет того, что изменяет себя правд swallowed. То есть, понимаете, как бы, ээээээээээв сказать, сказать, ээээээээб... сказать о том, сказать о том. А что, ну допустим, что в чём-то, да, вы не правы, в чём вы не правы, это нормально, то есть абсолютно нормально сказать, что что-то вы сделали неверно, что-то вам кажется, допустим, некорректным, например, вот, то есть это нормально, а в этом нет никакого криминала, в этом нет чего-то такого, знаете, дискредитирующего власть, но есть один важный момент, который заключается в том, что необходимо говорить, что вы хотите, если вы, например, допустим, ну выбираете, да, вот если вы выбираете, допустим, написать девушке, к примеру, то вам нужно в первую очередь самому понимать, да, самому понимать, зачем я это делаю, для чего я это делаю, для чего я хочу. Девушку, девушку пугает вообще проблема ревности заключается в том, что я в себе не уверен, то есть, ну вот просто, я не уверен в себе, я как-то вот все время нахожусь в тревоге какой-то, какой-то, тревоге, да, мне страшно, вот и так далее, понимаете, да, какая штука, то есть это вот такая, ну достаточно, в общем, классическая история, и девочку, девочку вашу сильнее всего, напрягает вот эта вот история, что она чувствует неопределенность, вы ей эту неопределенность должны дать, ну, по ее мнению, конечно, тут нужно понимать, что вы, ну, вы не сможете дать никакой определенности девушке, никаким образом вы не сможете этого сделать при всем желании, потому что, ну, определенно-определенность, вот такая вот внутренняя устойчивость, она достигается только самим человеком, и другой человек дать этого не может, никаким образом, вот, нравится, ну, нравится это или нет, но вот, никаким образом, невозможно, абсолютно невозможно это сделать, ну, вот, человек будет от вас, грубо говоря, для этого требоваться, вот, ну, при этом как-то вот, игнорируя, да, игнорируя, то, ну, насколько это возможно, это абсолютно не волнует, абсолютно не волнует, не будет абсолютно волновать девочку вашу, но вам нужно донести до нее свою позицию, вам нужно донести до нее то, что вы сами хотите, в первую очередь, а вы этого не говорите, вы этого не говорите, просто обесцениваете, ну, просто обесцениваете свои поступки, вы просто обесцениваете свои решения, свой выбор, вот, и, в общем-то, тем самым вы просто девушке как-то вот даете понять, что вы ненадежный человек, а человек, а вам приходится по итогу, собственно говоря, ну, извиняться, в чем, вот, класс, проблем, ну, вот, то есть извинения, извинения ничего не дают, то есть как бы, ну, человек либо поступает так, как он поступает, потому что, потому что он хочет так поступить, то есть человек поступить так, как поступает, потому что, ну, такой его решение, вот, такой его, его такой выбор поступить так, поступить так, Либо человек поступает, так как поступает, а мы по ошибке. Вот, в смысле, мы просто получаем ошибку, в этом плане мы все люди, и мы все можем ошибаться, так или иначе. Это нормально. Это нормально. Вот, абсолютно нормально, что мы можем ошибаться. Но, понимаете, вот то, как вы себя ведете, это, конечно, вызывает только вот какие-то такие дополнительные вопросы у девушки. И, в общем-то, все больше ее как-то вот тревожит, все больше ее беспокоит, все больше гоняет ее в этот стресс. Стресс, ревность, конечно. Вот, значит, и то, что она делает, она, с одной стороны, к вам как-то вот привязана, да. С одной стороны, у нее есть что-то к вам. То есть она вот что-то чувствует неравнодучно к вам. Ну, скорее всего, как, опять же, любой такой вот партнер, да. С другой стороны, она, она к вам привязана. Вот это вот, она привязана, и она, соответственно, к вам тянется. Вот, но сблизиться, сблизиться с вами не дает вот страха. Вот. И, что, что здесь важно? То, что не вы ответственны за то, что происходит. Вот, это важно. Что не вы ответственны. Ага, и не она ответственна тоже. Как бы, вот. А, просто, есть, вот, ну, есть, есть проблема. А, вот. И девочка, ну, решает эту проблему, вот, так как может, так как умеет. И, собственно, все. Вот. Но. А, у вас, как мне кажется, есть такая же проблема, потому что, ну, человек, ну, такое вот в этом смысле существует, да, что, часто встречают, вот, похожих людей, то есть, ну, часто, такая ситуация возникает, вот, что человек выбирает, а, похожих людей. А, я думаю, что вы выбрали, вот, эту девочку не случайно, не случайно, потому что она, вот, похожа, она похожа, она похожа. А, вот, ну, по крайней мере, по крайней мере, мне кажется, что она похожа. Вот. И, в общем, в целом, проблема у вас, у вас проблема такая еще, то есть, вы так же себе не доверяете. Вот. Вот. К сожалению. Так же, как, ну, так же, как и она, кто не доверяет, кто сейчас не доверяет. И, в общем-то, все. Вот вам нужно в этом смысле учиться себе доверять. Вот. Чем быстрее вы будете доверять, тем лучше вы сможете, ну, выстраивать личные границы. Вот. Вот. И, соответственно, вы сможете, вот, помочь девочке не уходить, вот, в какую-то ревность, которая нас сейчас уходит. Да, так получается, к сожалению, вот, что, вот, своими действиями вы, ну, действительно, вот, провоцируете ее. Хотя это не совсем так, вот, ну, на данный момент, на данный момент. Вот. Это вот такая ситуация. Поэтому, поэтому выбирайте себе психолога, выбирайте себе специалиста, вот, на сайте. И, собственно говоря, начнете работать. Если, конечно, вот, хотите как-то, ну, отношения с девушкой, вот, что-то, что называется, сохранить, да? То есть, если вы, если вы заинтересованы, ну, если вы заинтересованы в отношениях, вот, то, это вот то, что вам нужно делать. Понятно, да? Понятно, да? Надеюсь. Ага, о чем идет речь? Ага, вот. В принципе, все, пожалуйста. Добавиться, наверное, больше нечего. Буду вам, буду вам благодарен за обратную связь по умному ответу. Это позволит вам начать на собой работу, позволит вам, значит, начать, вот, корректировать свою, ну, свою политическую модель, вот, решить для себя, хотите ли вы заниматься психотерапией или нет. Удачи вам, всего самого доброго, обращайтесь.